Привет, меня зовут Треха, и это Любовь кальяна рок-н-ролл. Друзья, сейчас, как всегда, уже ставшей постоянной, я очень этому рад, наша рубрика, где подписчики угадывают, что же забит у нас кальянь. Как видите, кальян уже на столе, чашка уже ждет своего колауда, и сегодня вы посмотрите, как всегда, пять вкусов от одного производителя, а может быть и от нескольких. Посмотрим, как пойдет, и люди будут пытаться угадать, и мы поймем, насколько же честные, чистые вкусы у определенного производителя. Так что мы в целом готовы, ждем углей, и давайте сразу с первого вкуса. Какой-то мягкий цитрус, апельсин я бы сказал, может быть лимон, лайм. Непонятно, травянисто, чуть с кислинкой. Фруктовые тропики, ну ближе, я думаю, что к кислому, что-то вроде цитруса, наверное, может быть ананас или помела какой-нибудь, что-нибудь вот такое. Мягко, свежо, как будто какие-то травки и может лимон, ну свежие травки, может лимонграсс какой-нибудь. Ну я ощущаю, что это кислое, наверное, цитрус. Легкий. Не крепко, если берем по десятибалльной шкале, то пятерка, наверное. Ну ниже среднего, там, если в цифрах, три-четыре вот так. Четыре из десяти? Пять-шесть, наверное, четыре. Четыре-пять вот так. Сложно предположить, пока непонятно. Думаю, дальше будет видно. Пока непонятно, это привкус сырья идет или аромка. Я думаю, табак. Я бы сказал, какой-нибудь по курительным ощущениям, какой-нибудь сибирик. Пусть Малайзия какая-нибудь будет. Чай. Из всех чаев я знаю только чебаку, поэтому будет чебак. Чай. Вот в этом я не разбираюсь. Вообще нет. Пусть будет лайм. Я думаю, киви. Пусть будет мандарин какой-нибудь. Я думаю, что, да, мандарин путь будет. Чебака, трава и лимон какая-нибудь. Допустим, грейпфрут. Вкус какой-то не ярко выраженный. Что-то темное. Типа винограда, может быть. Керпкий. Сладкий. Я думаю, это что-то типа граната или клубники. Ближе, я думаю, что вкус к кислому. Что-то сродни какой-то жвачки, наверное, фруктовой. У меня почему-то первая ассоциация клубника такая свежая, с грядки. Клубника-земляника. Что-то сладкое. Но на десерт не похоже. Похоже скорее на ягоды. Сложный вопрос. Это что-то легкое. Курица прям легко. Но кажется, что чуть крепче, чем первый. Крепости вообще нет. Даже если тогда было 5, то сейчас где-то 3-4, не больше. Чуть-чуть выше предыдущего. Если прошлый был 3-4, пусть будет 4-5. То есть тоже не крепко абсолютно. 6-7. Крепость уже выше. Ну, где-то шестерка, семерка. Пусть будет Малайзия. Это табак. Малайзия. Табак. Ну, пусть будет тоже Малайзия, как и в прошлый раз. Табак. Еще бы я их знала. Ну, допустим, сатир. Опять чай. А производителем будет ответ тот же? Тот же. Виноград. Я думаю, это гранат. Пусть будет ананасовая жвачка какая-нибудь. Я не знаю, есть у них такой аромат, нет. Но что-то вот похожее на жвачку и ананас вместе. Лесные ягоды, может быть, на большую сторону клубники. Сладко. Ну, допустим, клубника. Терпкий. Фруктовый. Что именно, непонятно. Сладковатая. Более сладкий, чем второй. Это кисло. И вот теперь это похоже на гранат. Но я уже говорил, что это гранат. Кисло. Очень кисло. Чуть-чуть, возможно, алкогольные ноты какие-то. А так прям кисло. Что-то ягодно-лимонадное. Есть ощущение, как будто косточку переживала. Либо виноградную, либо гранатовую. Так, что-то кислое прямо сразу. Крепость такая же. Легкий. Крепость, ну, не чувствую. То есть такая же, как в прошлый раз была. Так же, что и предыдущая. 4-5 не выше. 4-5. По крепости где-то 5-6. Пусть будет чай. Так же Малайзия. Табак. Малайзия. Табак. Я бы назвал северный. Ну, давай, скажем, бруска. Опять же чай. Производитель на ответ в топе? Можно даже не спрашивать. Пусть будет кантепапайя. Это гранат. Гранатовый сок. Похоже очень. На кислый гранатовый сок. Либо брусника, либо клюква. Либо красная смородина. У них тоже кислая была. Клюква. Я думаю, что клюква. У вас это клюква? Да. Ягодный лимонад. Мне кажется, клюква. Кисло. Ягодно. Похоже на облепиху. Ну, это сладкое. Скорее всего, ягоды. Ну, да, это точно ягоды. Сладкое, ягодно. И, ну, просто, да, сладкое ягодно, не больше. Ничего не понятно. Не знаю, вкус кальяна. Сладкое. Чайно-сладкое, наверное. Что-то сладкое. Легкие, ниже среднего. Пятерочка, наверное. Не больше. Ну, повыше, чем прошлые. Но тоже легко. Пусть будет пять. Легкие. Три-четыре. По крепости шесть-семь. Табак. Пусть будет дафт. Я думаю, так же Малайзия. Табак. Он с производителем трудно. Пусть бёрн будет. Ну, давай скажу чай. Чебака. Чай. Похоже на облепиху, дафта, либо спектрума. Пусть это будет красная смородина. Либо малина, либо заменка. Но я скажу красная смородина. Очень похоже на малину. Либо, может быть, малиновое варенье какое-то. Но, скорее всего, просто малина в чистом виде. Вообще без понятия. Безвкусный. Фруктовый. Ну, что-то кисло-сладкое напоминает какой-то ягодный морс. Сладкий. Пока не понял, ягода или фрукт. Вот кислинка есть. Это фрукт. Мыльный. Прям аромка такая. Невкусный, я бы сказал. Сладко. И кроме сладости, ну, возможно, чуть-чуть травянисто. А так превалирует сладость. Кисленько. Лёгенько. Больше похоже на манго, чем то, что я сказала, что было манго. Тропический, с лёгкой кислинкой. Ну, что-то очень мягкое и с холодком каким-то. Напоминает что-то сливочное с какими-то нотками мяты. Что-то вот такое. Так же, неж среднего. Крепость такая же. Ну да, не крепко. Не могу сказать точно по шкале, но просто не крепко. Крепость всё так же легко. 4-5, не больше. Лёгенький. Ну, где-то 4-5. Табак. Пусть будет так же, спектром. Это табак. Очень сильно похоже на грушу от Сиберика, но она крепче, поэтому не знаю даже. Табак. Опять пальцем в небо будет, тут без шансов угадать. Пусть будет Сибер. Чай. Чебака, конечно. Стабильный чай. Russian Raspberry. Или дыня. Груша или дыня. Нет, скажу, что это дыня. Да, это дыня. Хотелось бы сказать, что это персик. Да, это, скорее всего, персик, я думаю. Манго. Могу предположить просто, что это сливки. Так, друзья, сейчас мы вам быстренько пробегусь и расскажу, что вы сегодня курили. По первому вкусу, как думаете, что было в итоге? Вы же обсуждали? Все сошли лично о том, что это Сиберс. Да, это был апельсин. Мандарин считается, что это апельсин. К сожалению, нет. Второй вкус был наиболее сложный. Как думаете, что это было? Это была терпкая непонятная каша. Я сказал, что это гранат. А, крюква, да? Это была папайя. Фак. С третьим было, наверное, наиболее легко. Это был гранат. Четвертое предположение. Я сказал, что это просто ягод. Ягодь лепиха. Это была малина. Ну и последнее. Я ждал наибольшего, наверное, разброса. И он так и получился. Это была манга. Кто сказал мыло, тот был прав. Итак, друзья, у нас в этом выпуске из 25 попыток всего 3 угаданных. Ваня, у тебя угадывание. У тебя и у Марин, у тебя. Вы сегодня не попали ни в один вкус, к сожалению. Поэтому вот маленький бокс, вы его между собой как-нибудь поделите. Это вам подарки за участие. Спасибо, что... И поаплодируйте сами себе. Вы молодцы. Подожди, я отправился. А, да. Все это было Малайзия. У меня полтора было. Как что-то. Нет, в Малайзии попаданий сегодня было много. Да, много, реально. Сегодня много, кто говорил, что это Малайзия, но... Итак, друзья, только что вы посмотрели достаточно интересный ролик. Мы постарались подобрать ароматы и легкие, и сложные в данном выпуске. Понравилось, что один и тот же аромат многие воспринимают по-разному. Понравилось, что достаточно... Сколько? 4 угадывания у нас на весь ролик. Пока это максимальный результат? Ну да, вроде как 4. Вот я смотрю, все в заметках. Нет, 3. 3. Так же, как у Мастхева было 3. Вот и у Малайзии теперь тоже 3 угадывания. Конечно, результат мы ждем больше 10. Всегда, когда мы садимся его снимать, хотелось бы видеть больше. Поэтому, друзья, если вы тоже хотите поучаствовать в этой рубрике, у нас есть Telegram-чат. Мы там пишем, когда съемочка, набираем 5 человек, которые приезжают рандомно и участвуют. Ссылка на наш Telegram-чат есть в описании. Вам, как всегда, спасибо, что посмотрели. Курите кальяны, слушайте хорошую музыку, любите своих женщин. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok